здравствуйте друзья ох ты какая машинка справа смотри значит вчера вопрос мне задали в комментариях говорят расскажите про заключенных в соединенных штатах почему их так много и вот что происходит потому что говорят вот люди там антиамериканские настроенные когда им товарищи пытаются сказать такое про америку хорошие они могут а вот там значит заключенных там больше чем где бы то ни было в мире там и так далее 24 процента всех людей сидящих вот в этих самых местах сидят именно в соединенных штатах и я тут две вещи скажу значит первая вещь я бы не стал вступать в дискуссии с этими людьми потому что если они там настроены антиамериканские им не нужен повод никакой вы никак вы не понимаете он же не пытается разобраться он знает что это плохо и все поэтому вот молодой человек гораздо лучше потратил бы свое время занимаясь чем-то другим но поскольку вопрос о тюрьмах и сидящих них людях это вопрос интересный вот я давайте расскажу немножко на эту тему значит понятно что когда человек вот со стороны смотрит ему говорят смотри в америке там заключенных больше чем там где-то где бы то ни было причем существенно больше игрой это шо ж такое там значит что за страна такая почему это происходит дальше можно массу спекуляций разных там и так далее тут интересно то что количество приговоров которые выносятся абсолютно в тренде то есть в этом смысле соединенные штаты далеко не лидируют они как вот но можно сказать как все в этой группе но как вы легко наверно догадываетесь значит если количество приговоров такое же а количество людей отбывающих срок гораздо больше то это связано с тем что сроки более серьезные то есть грубо говоря за одно и то же преступление дают другой срок более продолжительный тут еще одна тонкости в соединенных штатах не везде но в двадцати шести штатах из пятидесяти действует такой закон называется три страйкс началось это в девяносто третьем году вот мы уже тут были наблюдали с интересом значит штате вашингтон приняли такой закон значит если ты совершил три преступления таких как бы насильнических вот то дальше практически как бы ты уже из тюрьмы не выйдешь то есть в техническом смысле это наверное возможно но в практическом плане то есть ты должен отсидеть там типа 20 25 лет без права на пересмотр твоего дела и так далее так далее в принципе я хочу сказать что как бы рецидивисты да то есть люди которые систематически совершают право нарушения во все времена получали большие сроки при повторных там нарушениях давид хашвист это первый раз с ним случилось то им это учитывая там что раньше с ней у него не было его может какие-то там поблажки вот а дальше рецидивисты получали большие сроки но больший срок не был там 20 лет или 25 лет или не был пожизненным но что получается что если человек три раза совершал то что называется violent crime и дальше его куда-то упекли и он он уже оттуда не выходит но кстати вот как какую нагрузку это создает на тюремную всю эту систему и и да конечно людей в тюрьмах больше вот кто-то может сказать так это же неплохо пусть лучше там сидеть чем по улицам ходит это я не берусь как бы на эту тему рассуждать но во всяком случае здесь достаточно спокойно вот допустим соединенных штатах вот в кремниевой долине да я могу сказать что я чувствую себя более спокойно в смысле преступности нежели например к чем когда мы жили в москве хотя я хочу сказать в москве было достаточно спокойно то есть там может быть были какие-то знаете районы там где общежитие или там что такое какие-то эпицентры может быть преступности я не знаю здесь тоже она локализована то есть не то что ты по улице идешь в любом месте вдруг что-то может случиться нет хотя есть места где там больше преступности есть места где меньше преступность естественно если районы более бедные там пролетарские это одно если более зажиточное то другое и пошло и поехал значит да в девяносто четвертом году вот этот вот закон три страйкс был калифорнии принят и вообще эти законы проходят на уровне штатов это не федеральный закон это на уровне штатов во двадцать шесть штатов из 50 имеют этот закон калифорния была вторым штатом после вашингтона где это произошло и тот в двенадцатом году по моему то есть 20 лет спустя пересмотрели это дело потому что оказалось оказалось что это не привело вот как бы к существенному результату вот то что думали что произойдет не очень произошло больше того специфика калифорнии состояла в том что там не обязательно было иметь три таких вот насильственных преступления а даже более мелкие тоже засчитывались в эти три там украл чем там в магазине и так далее и получилось что это куча народу сидит в тюрьме колоссальная нагрузка на бюджет штата и собственно смысла никакого и в значительной степени вот это это правило было там переформулировано но к вопросу о населении тюрем да значит это 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 кида добавляет и последний элемент я честно сказать по памяти не помню в каком году это произошло так сказать в полемическом задоре но я уявляю в борьбе с наркоторговлей в соединенных штатах в какой-то момент ввели очень серьезные наказания за наркоторговлю и в частности расширили круг людей которые должны быть изолированы от общества путем значит посадки в тюрьму если раньше их там штрафовали или там как-то административно там или что-то вот это начиная с этого момента их начали сажать и недавно я читал что примерно половина всех людей которые которые до отбывают срок половина отбывают срок за преступления связанные с нарком наркоторговлей поэтому вот вот такая картина теперь да тут есть более более сильный аргумент в пользу так сказать противников соединенных штатов не любителей да там вот я им дам еще один козырь значит в сша примерно но не один процент от взрослого населения но приближается там типа 0708 процентов от взрослого населения находится в тюрьме что довольно прилично но есть еще один момент где-то четыре с половиной процента может даже пять процентов сверху на этот вот там 0708 находятся в разных степенях как бы сопровождение государством там на пароли они или там какие то есть несколько форм в которых человек в тюрьме не сидит но тем не менее находится под наблюдением под опекой такой вот так этих просто вот еще больше там чем тех кто сидят раз 678 то есть грубо говоря не менее пяти процентов взрослого населения не менее 5 процентов взрослого населения либо сидит либо находится под присмотром вот такая вот история я подозреваю что все это скучно где-то в каких-то кругах я не я не видел здесь не преступности не преступников не не могу сказать чтобы как-то вот на нашей жизни это сказывалось я не слышал чтобы кто-то как-то вот имел с этим делом то есть это как-то какой-то слой такое общество он есть да он есть но он где-то сконцентрирован поэтому что сказать вот такая история значит что существенно как бы с точки зрения человека который живет стране существенно то что вы выбираете где вам жить чем вам заниматься там какие там школы у них как какое что чего ну вот но вот это ваш выбор поэтому если вы не хотите там жить в таком месте где преступность обычное дело значит вы там не живите я честно сказать даже не понимаю почему люди там живут вы могли бы уехать оттуда это не то чтобы вот найти не то чтобы они там привязаны как-то или там медом намазаны они просто может быть родились там и выросли там и другой жизни не представляют может быть так даже я не знаю у меня нет объяснения этому но ну да в общем так такая вот история я думаю можете еще что-то рассказать но наверно наверно все то есть что я хочу сказать как и всякий как и всякая проблема общественная да значит она существует в разных странах и с разной степенью остроты но вот я бы сказал что я как житель страны остроты особо не не ощущаю вот на бытовом уровне то есть когда я читаю вот цифры статистику 5 процентов людей начали бы сидят либо там как бы за ними до наблюдения там и тогда я думаю ни хрена себе мы живем в стране другой стороны я я не знаю ни одного я не видел никогда и как бы не слышал и ну ну то есть когда что-то такое происходит это вообще тут все на ушах стоят это так необычно это вообще такое страшное дело там я не знаю вообще все такое об этом говорят настолько это необычно вот не то что каждый день где-то стреляют или кого-то убивают или там едем на силу такого нет вот есть блогеры которые живут в таких местах вот там есть паренек в лос-анджелесе живет там в каком таком месте или как бы он может быть больше там так имидж такой создает что он таком месте я не знаю но во всяком случае вот может быть он поподробнее расскажет я я так знаете как не не вхож в эти круги особо ну вот из из того что вот из нашего окошка видно вот вот это могу рассказать счастливо